всем привет дорогие зрители в институте перед вам и сейчас может меня поздравить сегодня исполняется очередная годовщина начала более не зенит 24 октября ровно 13 лет назад я впервые посмотрел создать на возрасте матч зенита игру против амжи и решил болеть за наших ну что во первых это питер во вторых том что мне очень понравилось качество игры в атаке ну и в принципе атмосфера была домашней не болеть зато зенит было просто невозможно то смотрел тогдашний мальчик то вырос на телеканале с у тв на комментариях не подражаем кирилла навытова и алексея стрепетова те поймут меня безусловно поймут потому что это незабываемые эмоции именно с того октябрьского вечера началась мои летки зенита до этого конечно я помню как праздновали кубок уэфа и супер кубок уэфа хотя во время суперкубку уэфа я был не в петербурге вот но я все равно тогда увлекался другими вещами которыми оторванными от футбола не связанными никак с футболом а вот 24 октября 2010 года я начал сознательно болеть зенит из тех пор болел более-менее всегда но активно прям болел так что всем сердцем всей душой на учебном полете вплоть под осень 13 года получается и вот начиная с 18 сергей тимака времена пошло участку манщине я просто следил за зенитом смотрел за зенитом было конечно приятно от побед разных но близких сервис я эти победы не принимала рак не принимал ей поражение близких сердцем потому что нечего вопросах сердца принимать не лежали меня на сердце не халк не вицель не гора и нихая гарсия не вообще этот тренеришка не доделанные божь хуй особенно про лучи о блядь в участках мочи и уж вообще не вспоминать когда они приходили меня в принципе никогда не было вот сейчас они построят семейный зенит никого семейного зенита они даже в планах не хотели строить они хотели создать свою dream team из легионеров пришлых и каждый создавал свою dream team и у каждого не получилось нихуя не уборше по сути не получилось нихуя ну одно только первое место из трех сезонов не участвует не получилось нихуя третье место и хрень полная в еврокубках и в кубке россии ни тем более не получилось у манчини просто вот это это был самый полнейший позор отсос динамо спб в кубке россии ну в лиге европы привычно уже для всех на стадии 1 8 финала в чемпионате пятое место позорное абсолютно ебанное пятое место при помощи плевать не с точки зрения игры при заблевотном качестве основного нападающего и при полном отсутствие копит они был игровой мысли хотя начинали они все конечно за здравие закачивались сюда зато когда пришелся макс сразу появилась и мысль и идея и семейная атмосфера тоже появилась возможно не сразу возможно изначально были ну теми же самыми ресурсами какие-то отскоки какие-то заброс на шлюбу плюс еще там азмун ракицкий бареус но начиная с 19 календарного года это мне кажется просто непередаваемая какая-то семейная атмосфера особенно с 21 года когда на смену шлюбову пришел бразильский футбол вот это реально на сердце лежит хотя это и бразильцы но блять во первых где бразильцев нет бразильцы есть везде и в том числе у лидеров нашего чемпионата временных надеюсь краснодара и у них все решает тоже бразильцы латиноамериканцы вот но наш зенитовский футбол хорошими на с эстетической точки зрения хорош к лаудине когда он играет на максимум с его возможности хорош вендал хорош малком был сейчас хорош матову кассиера тоже южноамериканец латиноамериканец ну и я надеюсь что зенит и дальше продолжит радовать нас красивой игрой яркими победами чемпион сами нам важно чтобы мы продолжали быть чемпионами потому что для нас это не просто в туалет сходить посрать или пассать для нас это наша жизнь это смысл нашей жизни когда мы первые тогда мы живем хорошо тогда нам живется легче и нам важно нам это реально очень сильно важно как-то так